Йоу, дорогие друзья, с вами Дмитрий Ильич на канале Дмиван Геймс. И у нас заключительный день второй недели ежедневных заданий. То есть, если я сегодня сделаю эти задания, эти три задания, то получу опять хорошие деньги. Я думаю, стоит этим и заняться. Так, ну что ж, задание. Что у нас? Режим круши и ломай. Мне уже по поводу него писали с утра. Сказали, что почему-то проходит этот режим и им не дают ачивку. Надо проверить и помочь людям. Угнать транспорт с военной базы. Это легко, потому что на военной базе у меня есть ангар. И я могу туда спокойно зайти, найти транспорт, своровать и угнать. Так, добыть спецгруз. Опять добыть спецгруз. А что ж ты будешь делать-то? Так, ну что ж, я предлагаю оставить режим напоследок, раз уж он у нас вроде как проблемный должен быть. Давайте сделаем так. Я сейчас угоню транспорт с военной базы. Потом добуду спецгруз. А потом мы разберемся с режимом. Так и будем действовать, ребята. Поэтому поехали, будем смотреть. Вот она наша военная база. Я предлагаю угнать истребитель, потому что это проще всего. На танке попробуй уехать оттуда. На машине тем более. А вот истребитель можно взять и сразу свалить. Кстати, вот он. Так. Ну и, конечно же, уйти от копов. В первую очередь. Тут есть охранник. Поэтому надо действовать, ну, как можно аккуратнее. Он будет, конечно же, пытаться мне препятствовать. Поэтому мы, наверное, его сейчас грохнем. Ну, чтобы он не мешал мне садиться в мой истребитель новый. И свалим отсюда. И все. Пока они все доедут. Блин, там танк. Там, кстати, танк есть. Если что. А вот танк это я вам хочу сказать. Делал такое, что можно и не угнать истребитель. На самом-то деле. Ладно. Мы вроде как свалили. Так. Я не знаю. Пока мне не засчитывают. Может быть, надо от копов уйти для начала. А потом уже смотреть. Ну, ладно. Это мы решим. Сейчас мы попробуем просто пока убраться отсюда. Слушайте, я от копов ушел. Но мне не засчитывают. А, все. Засчиталось. Смотрите. Тогда перейдем к спецгрузу. Я сейчас сразу тогда на истребители туда долечу. Чтобы мне, скажем так, время не терять. У-ху. Вот это класс. Вот это я понимаю. Так, во. Сейчас и... Ой. Блин, чувак. Ну, что ж ты так постоянно падаешь? Странно. Ох. Ладно. Давайте заказывать что-нибудь. Что-то новенькое. А-а-а. Я помню это задание. Там с воды нужно будет забирать. Там будут некие корабли. Там, по-моему, охраны два корабля и основной. И надо их раздолбать и получить. Но, ребята, в этом задании есть загвоздка. Вы можете, ну, скажем так, перестараться и уничтожить груз. Ну, есть такая фигня. Поэтому надо как-то поосторожнее с этим разбираться. Так, давайте попробуем. Подожди, я хочу сначала охрану уничтожить. Даже охрана нам как бы не нужна. Так, и теперь вот это давайте. Все, нам нужно забрать наш груз. Хорошо, ребята, что я заказал одну коробочку. Потому что было бы коробочек 2-3, я бы упарился. А вы представьте, что я это задание раньше делал на вертолете. То есть я просто филигранно присаживался на воду, чтобы вертолетом, скажем так, забрать этот груз. Ну, все. Вот мы и доставили. Так, задание выполнено. Добыть спецгруз. У меня уже тут 2 коробочки. Так что, если мне когда-то придется продавать по заданию, будет нормально уже. Так, погнали. Все, теперь нам нужно перейти к самому проблемному. Ну, как люди пишут. Режим круши и ломаи. Это вроде как только битва на арене, потому что больше таких режимов нигде нету. Ну, по крайней мере, не видно их нигде. Итак, ребята, я выбрал режим круши и ломаи под номером 2. И я, ребята, ничего в нем не менял. То есть, не убавлял круги, не отменял личный транспорт, ничего не делал. Но проблема, ребята, в том, что у меня нет оружия на моем байке. То есть, байк есть, а оружия на нем нет. Поэтому я не знаю, как мы будем это проходить. Тут я видел, у некоторых ребят есть пулеметы. И я не знаю вообще, как я буду тут выживать. О, уже стреляют. Уже стреляют. То есть, вся моя надежда на то, что я хоть сколько-то здесь проживусь. Мне не очень нравится битва на арене. Я не раз говорил, что это мой самый худший, наверное, режим из всех, которые есть. Потому что, ну, вообще обновление такое себе на самом деле. То есть, я не считаю его сильно хорошим, это обновление. Я считаю, что можно было, конечно, и что-то получше придумать. Так, у нас появляются какие-то странные штуки здесь. Надо поглядеть вообще, что из этого выйдет. Потому что здесь, я смотрю, появились какие-то жаровни, фиговни и прочая хрень. Становится как-то слишком уж опасно. Так, я пытаюсь юзать всякие улучшалки. О-о-о-о! Нифига там взорвался кто-то. Охренеть. Тут надо глядеть, ребят. А-а-а! А, ну, особо не косает. Если не косает, то и хрен бы с ним. На самом-то деле. Да? Давайте ускоряться. Так, мины. Надо смотреть вообще, куда... Едешь, блин! Ах ты говно! О-о-о! Блин, очень много всего здесь. На самом деле. Очень много всяких вот этих штук, которые мешают тебе двигаться. Двенадцатый круг, да? Я пока первый. Все, я выиграл. Ха-ха-ха! 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 Вот вам! Ха-ха-ха! Товарищи! Нет, ребят, не дали мне ни хрена это выполнение задания этого. Это либо глюк какой-то, либо я не знаю. Потому что я облазил все противоборства, все режимы и круши и ломай есть только на битве на арене. Больше никак. Ладно, если я разберусь, тогда расскажу вам. Ну что, дорогие мои друзья. Я столкнулся с тем, с чем, наверное, столкнулось большинство людей, у кого выпало задание круши и ломай. То есть, оно не засчитывается. Что бы ты ни делал. Я пробовал разные варианты. Пробовал сам запускать, вступать к другим, заходить по метке на карте. Пробовал выигрывать, проигрывать, играть одному вдвоем, втроем, вдесятером. Все бесполезно. Пробовал также заходить через пару часов и еще раз проходить. Ничего не работает. Мы с вами продержались 13 дней. И вот на 14 день, когда я должен был получить вторую большую выплату. И самое, что печальное, что фейл произошел не по моей вине, не по вине того, что я не смог что-то пройти, что-то достичь и так далее. А фейл из-за того, что просто ты проходишь нужный тебе режим, а оно не засчитывается. Просто не засчитывается. Я уж не знаю, в чем проблема, но походу наш марафон на этом и заканчивается. То есть, грубо говоря, мы продержались 2 недели. Я не знаю, имеет ли смысл начинать заново это делать и снимать дальше, потому что идея данных роликов была в том, чтобы продержаться целый месяц. 28 дней. И знаете, если я завтра начну с нуля все это делать, оно будет уже не то. То есть, это уже будет не то, что мы задумывали изначально. Поэтому, я не знаю, пишите в комментариях, делитесь мнениями, но мне кажется, что просрали мы данную рубрику. Я такой подставы не ожидал, честное слово, от Рокс. Выходит, все, ребята, рубрика заканчивается. Потому что мы потеряли тот шанс. И не факт, что его не будет снова. То есть, я завтра начну заново. Может быть, на второй, на третьей неделе у нас опять произойдет такой конфуз. И что дальше? Все. К тому же, рубрика не очень-то и популярна на канале. Всем спасибо, всем пока, увидимся. В комментариях пообсуждаем.